Всем привет, друзья, и добро пожаловать на наш долгожданный Динамовский подкаст. Подходит к концу наше пребывание в Венгрии, вместе с ним подошло к концу и лето. Постараемся вспомнить, как мы его провели и рассказать вам самые лучшие истории с этих Еврокубков. Со мной сегодня Леша Гаврилович и Федя Лупаухов. Привет, ребят. Здравствуйте. Всем привет. Давно не виделись. Давайте начнем прям максимально издалека. Любите вообще лето? Конечно, кто лето не любит. Да. Плюс летный день рождения, вообще обожаю лето. А писали сочинения вот это вот в школе, как я провел лето когда-нибудь? Нет, за лето мы, конечно, классные воспоминали на речку, там с друзьями, какие-нибудь походы, футбол. Не, ну Леха, конечно, сейчас расскажет, у него-то уже жизнь побогаче будет, у него все впереди только еще, только все начинается, так что Леха сейчас. У тебя этим летом тоже есть важное маленькое событие, у тебя 50 матчей за Динамо, первый, скажем так, твой юбилей. Ну да, да, есть памятник. За два года неплохо совсем. За полтора. За полтора. Извините, пожалуйста, за полтора. Какой самый памятный твой матч? Самый памятный матч? Ну, матч с Белшиной вспоминается, конечно, в том году, когда мы после этого матча чемпионами стали. Еще знаменательный матч совсем недавно был у нас, когда мы в Ереване играли. Тоже хороший матч был, эмоциональный, очень важный для нашей команды, скажем так, был. И в целом для белорусского футбола тоже. Ты в этом году из Мозыря делал очень грустную фотографию одну. Когда в прошлом году он дебютировал, мы делали фотографию, где он с Владом Морозовым стоит. Ну, Морозик пошел уже туда, конечно, европейский футбол. Желаем ему, конечно, уже... А ты сейчас в каком футболе? Ну, сейчас мы в еврокубковом футболе, скажем так. Сейчас вся Орока смотрит и завидует тебе, думаю. Вся Европа, да, да. Думает, кто этот парень. Мороз обзор включает и думает, вот бы нам в Еврокубке, наверное. Ну, конечно, да, в этом, конечно, минус, что у них там в Еврокубке тяжело, им намного тяжелее попасть туда. Но все-таки в Европу уехал паренек, это да. Ну, вы, кстати, на этих Еврокубках рекордсмены, вы знаете, в команде. Только вы и еще Рай сыграли все матчи вообще без замен. Отработали от звонка до звонка, скажем так. Ну, хорошо, а если в целом вам вообще Венгрия понравилась, наша основная локация, скажем так? Ну, понравился Будапешт, наша не основная локация. Один раз там побыли. А здесь, ну что, здесь условия-то приемлемые, ну, очень хорошие для проживания, но так-то здесь сутой, выйти некуда. Что тут делать? Это вопрос, который интересует, наверное, всех, кто нам звонит, пишет. Это вот вопрос в каждом интервью, что вы тут делаете? Что вы тут делаете? Тренируемся, спим, кушаем, все. Ну, еще пара развлечений, конечно, есть. Федя, ты еще в бильярд там разряд никакой не опорнился? Ой, да, в бильярд мы тут уже наиграли с Пашкой Ситьком, этот, не знаю, сколько партий уже сыграли. Да, если так подумать, то, чтобы не соврать, на 150 точно мы сыграли партии, может, уже больше. А может, какое-нибудь новое хобби у тебя появилось? Да не, ну, сейчас вот, ну, начал, конечно, фильмы смотреть, сериалы, сейчас «Властелин колец» смотрю уже, вторую часть досмотрю. А ты не смотрел, что ли? Не, не смотрел. А мне Никита посоветовал, массажист. Ты тоже не смотрел? Ну, мне говорили, типа, «Федя, как так? Это самый культовый, говорит, фильм». У него, кстати, «Оскар» больше всех вообще. Ну, как у «Титаник», там по 11 штук, короче, «Оскаров». Вот сейчас смотри, вот, первый посмотрел. Ну, прикольно, те, кто любит фэнтези, тем зайдет. А те, кто не сильно любит фэнтези, ну, может, не сильно понравится. Но мне прикольно, сейчас смотрю второй. Ну, мы вообще много посмотрели. Вы считали количество стран, которые мы посетили? Наверное, 6-7. Не больше 9, я думаю, 9. Я считал вроде 9. И еще не считал этого Бельгия. Болгария, Румыния, Армения, Испания, Гибралтар, что я знаю? Литва. 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 Польша. Польша, так. Румыния. Австрия. Посчитала. Австрия. Так, где мы еще были? Это 8 уже? Бельгия. Будет 9. Ну, я скажу, вот 8-9 точно есть. 9. А знаете, какое количество километров мы проехали? Мы вот тут считали. Проехали или… Ну, вообще, вот все путешествия, да, расстояние. Ну, сколько? Больше 17 тысяч. 17 160. Не, мили не накапливаются у нас? Если б уже были, мы уже бизнес-классом полетели до дома. К сожалению, пока нет. А покупали вообще что-нибудь такое необычное в Европе, вот пока здесь были? Какая-нибудь ваша самая такая покупка? Ну, я кроссовки взял себе. Кроссовки, штаны. А повеселее что-нибудь есть? Сувениры какие-нибудь? Я себе вообще ничего не покупал. Ничего? Вообще ничего не везете? Чуть-чуть вещей детям купил и все. А дети вообще, вот как ты думаешь, помнят еще, как ты выглядишь? Два месяца заняла. Ну, дочку, я думаю, точно забыл, она маленькая еще. А постарше, кто сыновья, я думаю, я уверен, что помнят. У тебя в школу вдвое уже детей? Да. Ну, сейчас младший пойдет в первый класс. Ну, давайте, какие-нибудь истории хорошие, добротные? Отсюда. Нет, но есть же история, как мы ехали на Людогорец. На Людогорец? На Людогорец? Дорога эта? Ну, давайте. Это история. Это история. Давайте расскажем. Я не знаю, у меня как-то там... Ну, просто мы ехали по серпантину, наворачивали вообще. Уже начало кого-то укачивать, ребят. Много кого. Много кого, да. Но когда мы вот ехали именно до отеля, где мы ночевали, там мне было, знаешь, мне прям тяжело было в моменте. Просто именно вот подташнило, скажем так. А когда уже переночевали и поехали, у меня уже все нормально было. Хотя там всех, наоборот, крутило. Потом выходили, там остановки практически каждый час, там пол. Ну, это сто процентов самая тяжелая дорога из всех дорог, которые у меня были в карьере. Зато страну посмотрели. Озера, реки, так сказать. Ну, да, пейзажи были красивыми. Все водоемы, которые были. В Румании там вообще красиво было, топ. Где вам больше всего понравилось из того, где мы были? Топ страна. Гибралтар, сто процентов. А вы видели там хоть что-нибудь? Вот честно, я вообще ничего не увидел, потому что мы прилетели, когда за день до игры. То есть, ну, вот предигровая была у нас. Ну, там тоже я особо никуда не ходил, потому что жарко было днем. И перед игрой не хотелось никуда ходить. Ну, а в день игры тем более никуда не пойдешь. А после игры уже все закрыто было. Уже вечер был. Ну, ты, если не видел, посмотри выпуск. Да, я хотел сказать, что Федя, мы специально для тебя отдельный влог сняли. И потом сиди и рассказывай, типа, да, я там был везде. Ну, обезьян видел, скажи. Хотелось ходить на эту гору там как-то, но... Ну, туда идти два часа, Федя. Ну, я ж говорю. Могли потерять тебя где-нибудь. Вот был бы денек еще, сто процентов бы все обошел, а так... Чисто нас с этим не побывало по факту. Ну, красивые виды были, когда ехали на автобусе. Прикольненькие там автобусы, там, маленькие улочки на двух буханках катили. Ну, хорошо, вы уже хотите вот так домой? Сильно. Есть желание вернуться уже в этот режим? Конечно. Боевой. Да, хочется домой сутки и обратно. Не, конечно, хочется домой уже. Честно, вот, когда Европу посещаешь какие-то страны, смотришь по странам, вообще не хочется тут как будто оставаться. То есть, дома как будто, знаешь, какое родное место, ты понимаешь, что там и тебя поймут, и у тебя там близкие. А когда как-то приезжаешь, думаешь, как тут оставаться можно. Ну, реально тяжело. Ну, лично для меня всегда хочется домой в Минске. Как-то реально вот родное местечко. А подтянули ли вы английский в эти два месяца? А с кем здесь можно его Байло подтянуть? Я знаю одного человека, кто подтянул. Так, кто? Вадим Викторович только подтянул. Ну, на тренировках слышно, он уже на трех языках. То есть, он уже на английском иногда бывает что-то скажет, а потом и на португальский переходит. Ну, протокольский я не слышал. Ну, это унотоки. А, унотоки, да. В английском прям добавил он. Давай? Ну, да. Он с Рэйм практикуется в основном. А ты что, не знаешь, ведь, как в английском? В английском я нормально владею. Совершенство, да? Разговорный. Не, не, никакого совершенства. Так, просто понимаю, что говорят и могу что-то сказать. Чуть хуже, чем Вадим Викторович. Да, да, наверное, да. Чуть-чуть хуже. А уже, может быть, вот нет ощущения, что разучили что-то делать за эти два месяца? Потому что, по сути, тут ничего и не делали. Готовить может разучили. Да, вот только если готовить что-то. Чужело, честно, уже еда приелась. Не знаю, так курицу дают. Каждый день практически. Завтрак, яйца. Хочешь уже кого-то разнообразить. А в Минске у тебя какое разнообразие? Не, ну так тоже. Тут курицу можно по-разному приготовить. Там и запечь, можно и пожарить. Сварить можно еще. Своя кухня всегда, но все равно привычнее и вкуснее намного. Здесь, конечно, когда сразу приехали, вроде казалось хорошее питание. Ну, оно на самом деле хорошее, но реально приелось уже и хочется нашей домашней еды. Котлетки. Котлетов вообще нет, но нет котлеты. За все время никаких котлет ничего не сделали. Ну, судя по вашим воодушевленным лицам, вы, конечно, подустали за эти два месяца. Хочу вам сказать. Что-то у вас на лице прям отпечатывается. На календарь предстоящий. Вот это вот. Четыре через... На третий через четвертый, скажем так. Ну, не так, скажем, на третий. Как играть столько игр вместе сразу. С перелетами, со всем остальным. Да, на самом деле, нормально. Мы же играли в таком графике, помню, какую-то отрезку. Ну, тебе особенно стал. Нет, так я серьезно. Там просто... Ну, хоть каждый день ему играть, что он стоит. Сыграл, восстановление, тренировка, предыгреваю. Это вообще топ, мне кажется. Просто играешь, играешь. Ну, хорошо. Что, ребята? Что это? Какие-нибудь слова прощальные? Да нет, зачем прощальные? Вот впереди нас ждет Еврокубковая осень. Болейте за нас, поддерживайте, смотрите футбол. Не выводишь уже? Пару слов чисто так. Пару слов туда-сюда. Пару слов туда-сюда сделали, так что, ребятки, еще раз. Болейте за Динамо. Мы постараемся вас радовать в каждой игре победами, забитыми голами. И постараемся как можно меньше, чтобы у Федора была работа на футбольном поле. Я хай. Всем спасибо. А куда смотреть? Вот сюда. Все? Начинаем еще раз? Давай. Для Эдиты. Склейка и следующие два гостя у нас в кадре. Никита, Игорь. Привет, ребят. Добрый день, Визолета. С первым вас посещением нашего подкаста. Добро пожаловать. Спасибо. Как вообще дела? Как настрой? Ну, давай ты начнешь. Ты первый всегда будешь, я уже заканчивать буду. Ну, потому что все. Дела супер. Вот заканчиваются сборы, поэтому настроение отличное. 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 Склейка. Никита, чем ты занимался здесь два месяца? Играл в карты. Играл в карты. Играл. Отвечай ты, потом я отвечу, как обычно. Да ничем. Тренировались. Завтракали, обедали, ужинали, в принципе. На кофлю брейк еще ходили? Да. И еще в теннис играли иногда. На самом деле тут из занятий не много чего можно сделать. Вот, как сказал Игорь, кушать. Карты, теннис, бильярд. Ну и все, общение с ребятами. Игорь, ну это вообще твои первые еврокубки? Да, все верно. Если можно так сказать. Как тебе такое, такое, скажем так, насыщение еврокубковой компании? Это на самом деле такой позитивный опыт. Все понравилось. Побывал во множество странах. Тоже плюс большой. Ну в целом только положительные эмоции. Единственное то, что вот все долго и нет такого промежутка, когда можно домой там слетать. А так в целом только положительные эмоции. Где вам понравилась больше всего? Топ страна. Сразу скажу, Гибралтар. Самое красивое, сердечки. Ну да, согласен. Я бы там жил всю жизнь. И, ну, в футбол конечно бы в Испанию ездил играть, а так жить можно в Гибралтаре. А обезьян видел, Никита? К сожалению, нет. Ну, не попал на это мероприятие. Так, мало времени было. Но очень хотелось. Ну, увидел твой... Мой блог. Блог. Наш блог. Да. Очень понравилось. Хотелось бы увидеть живую. Но, я думаю, у меня еще будет время посмотреть на макак. На всех. Хорошо, а как по дому вообще? Вот соскучились на сколько процентов? На 100, на 200, на 400? 100% соскучились. Я уже последнюю неделю созваниваюсь каждый день, каждый день с родителями, с девушкой и просто ну вою, чтоб ну, поехать домой. Как это ты ночью, это вот... Ну да. У нас с трофеемов. Выходим на луну и воем чуть. Кто это по базе ходит? А это Ваня. Ваня подхватывает, Лёха подхватывает, слышит и сразу. Вот так вот тоже. Вот чуть. Племя вот это вот волчье какое-то. Да, есть такое. Хорошо, а какие-нибудь интересные истории у вас есть? Самая интересная история, я просыпаюсь с утра, у меня зуба нет. Ну как зуба нет, отвалилось половину кусочка посреди. Можно там приблизить? Зуба нет. Кто-то трофим выбил, что ли? Кусочек маленький, да. Просыпаюсь с утра, нету зуба. Ну, смотрю, нигде нету. А что случилось? Да я не знаю, я говорю, я проснулся, вот зуба нет. Пропал? Ты объявление давал? Нет. Главное, чтобы не пропустил. Группу в эту вайбере писал, ребята, если кто-нибудь видел кусок зуба, просьба вернуть. А так, интересных историй на самом деле много, надо подумать. Ну, я типа хочу сказать, что я сейчас хочу поменяться майками, там, Спиртонкиным. Вот, если получится. Там много кто хочет, мне кажется. Ну, да, у нас, кстати, полкоманды хотят майку от Вертонгина, кто там еще из нормальной. Ну, ладно, нормальный. Нормальный. На самом деле, вот я с Викторичем, главным тренером, общался. Так. По поводу майки, он мне сразу говорит, не ты должен просить майку, а у тебя, что по бельгийце, это Демченко, давай майку. А я, ну, типа, ну, я спокойненько. Простые истории, типа, с повседневной жизнью нашей, вот, нам нечего делать, мы берем с Игорем и давай... Вообще, абсолютно во всем мы играем на чипсы. То есть мы сидим на теории, спорим на чипсы. Ну, на теории сидим. Так, Игорь, давай поспорим на чипсы. Кто, главный тренер, кто скажет больше, Дема или Игорь? Ну, вот мы спорим, так, если Дема два раза, то я тебе чипсы, если ему говорят, Игорь, то я ему чипсы даю. То есть по этому поводу. Какая статистика? Статистика, ну, я в тревел, да, сейчас он отыгрался. Мы во все играем, в деннис, в бильярд, потом на поле, там, поворотом бьем тоже на чипсы. То есть... Абсолютно во все уже. Короче, основная валюта у вас, да, ну, правильно, нечего остальным сорить. Помнил историю. Давай. Значит, как это было? Все, приходим в номер после игры, уставшие, все, ложимся, отдыхаем. А у нас, как получается, я не знаю, какой тут сервер, сервис. Мне кажется, тут его нет вообще. Полотенце меняют раз в неделю, туалетную бумагу я уже неделю не вижу. То есть мы постоянно ходим по комнатам, воруем эту туалетную бумагу. Потом к нам приходят, есть туалетная бумага, а мы уже в сундучок спрятали. Так надо не на чипсы тогда было играть, ну что вы. Ну, кстати, мы реально на рулоны играть. На самом деле, вот по поводу этого есть. Это более ценная валюта. Да, да, на самом деле, сейчас туалетная бумага ценится в Венгрии. Экология просто, понимаешь? Все думают, это махалуки. Да, мы друг друга как-то вот воруем потихонечку. Прячем, а к нам приходит Николай, тренер по воротарям. Туалетная бумага есть? Нету, у нас уже заначка лежит где-то. Ну, то есть нельзя делиться вот это. Ну, на весь золото, на самом деле. Надо из других отелей забирать, когда мы куда-то летим с собой. Да, раньше полотенца ворвали всегда с отеля, теперь вот. С душа выходим, полотенец нет, уже халатами вытираемся. Выживаем как мы. Одеяло. Да, одеяло. Куда вы их деваете? Подождите, полотенца же все-таки остаются на месте? На месте, да. Ну, блин, 7 раз. Да, да, они уже желтые становятся, ну, как, что делать в этой жизни? Была ситуация, что открыли балкон ночью, свет горел, залетели жуки, жуки-навозники, то есть майские какие-то жуки. Вот, и вертолетами кружились, ну, то есть не давали спать, а я такой, у меня четкий сон, то есть я не могу спать, когда кто-то там жужжит под носом, под ухом. Ну, вот, и я это все слышу, и получается, что я каждые 5 минут просыпаюсь, убиваю кого-то, Трофим мне говорит, да ты уже надоел, ляг спать. Ну, а я говорю, я не могу, ну, то есть, и часа 2-3, где-то до 3 до 4 ночи я убивал насекомых, пока меня самого просто не вырубил. Ну, на самом деле их очень много осталось там, ну, то есть. Короче, ну, не залазился у тебя контакт с местной, главной. Хорошо, а кто вам, скажем так, из всей команды вот в этом Еврокубковом отрезке больше всего понравился? И вот и за полем, и на поле, кто для вас вот MVP двух месяцев? MVP 100% это для меня Александр Селява, что на поле лидер, капитан команды, что за полем, ну, за полем я не буду раскрывать все карты, просто скажу, он самый веселый человек, самый скрытный, опасный, ну, я не знаю, что от него ожидать в любой момент. Вот, кто знает, тот знает, кто не знает, спросите у него, вот, но я думаю... Сейчас для наших болельщиков Саша Селява, конечно, с очень необычной стороны раскрывается. Да, 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 на самом деле очень хороший парнишка, мужчинка, вот, поэтому Саша Селява. Так, Игорь? Да, у меня не буду кого-то одного выделять, скажу, там целую группу. Ну, Федя, очевидно, в каких-то матчах он помогал нам очень. Потом защитники обороны, кто сыграл там все по 90 минут. Это два человека. Ну, да, и там, ну, я имею в виду, центральные защитники. Леха Гаврилов. У нас три человека только сыграло, вот, от звонка до звонка вообще все матчи. Это Федя, это Леша Гаврилович, это Рай. Да, да, все остальные. И Леша еще. Ну, Дема тоже сыграл, мне кажется, много. Все по 90. Дема одну игру пропустил, скажем так, по независимым от него обстоятельствам. Ну вот. Желтых пополучал. Поэтому выделить четырех человек и сели тоже. Спасибо, брат. И Никита включаешь в этот спрос. Конечно. А у вас есть какие-нибудь прикольные фотки с этих Иворкуков? Ну, что-нибудь такое веселое? Наверное, да. А показать можешь? Да, покажу. Показывай. Фотка общая. О, вот это хорошее. Смотри. Это где мы? Это на маршрутке, это гибралтарской знаменитой. Добирались когда? Так и что там такое? Ну, им просто командуют фоткать. Когда все спят почему-то. Нет, это такой Рай, смотри, уснул. Это причем на тренировку ехали? Да, на тренировку ехали. Так, давай дальше, что еще есть? Прикольно. А, еще факт такой, что я в каждой стране походу стригусь. Просто не пропускаю. Ну, давай, что по ценам? По ценам? Обзор парикмахерских с Никитой Демченко. Барбершоп Гибралтар, стрижка модельная, 75 рублей. В Армении, Ереван, кстати, там дешево, 25 рублей. Ну, обычно, ну, там цирульная. Ты там просто пошел, походу, секунду. Да, там какая-то... Там у тебя просто ножницами, этими обычными столом. Ну, и самое главное, самая дорогая стрижка у меня была здесь. Политеевич серый меня стриг. И Леха Горелович зарабатывал там ножничками. Вот. Ну, вышло бесплатно, но на самом деле я за эту цену... Ой, за такую стрижку рублей 100 бы отдал. Они, ну, на самом деле постарались. Они тебе ничего не отстригли? Нет, нет, нет. Там у нас маленький секрет. У нас там Ванька Бахар немножко пострадал во время этого. Если мы эти фотографии найдем. Да. Рассказали? Не рассказывали? Давай рассказывай. Ты что, не говорю, у нас очень скрытные были до вас срывы. Давай ты расскажи, что я говорю. Да ничего, Ванька сел, он очень боялся перед этим, конечно, садиться. И все, его постригают, а у него как бы волосы такие, что вот тут назад, и вот тут такой вихрь был небольшой. Да, у него такой кусочек есть. Да, и все, его Леша стрижет, и Ваня сидит такой на панике и говорит, Лех, только вихрь не отстригай. Леха такой, так его уже нет. Какой вихрь? Какой вихрь? И сидел, и срегался. Ваня потом неделю только одной стороны поворачивался на камеру. Ну, кстати, мы так лучше даже, уже все привыкли, и в целом, ну, так красивее, мне кажется, без него. Сели в самолет. Так. Вам сейчас история. Рассказывай, это ужасно. И летим, короче, я не помню, куда мы летели, но возвращались точно в Венгрию уже на базу. И все, вот мы сидим там, я был бык, еще кто-то, я не помню кто. А, и подстрел. И что-то так, ну, балуемся, там, что-то Деме, там, закидываем какие-то конфетки, там. Нет, так я сплю. Да, да. Ты же, ты что-то сказал? Да, я это столько рассказываю. Он спит. То есть он спит, у него вот так роза открыт чуть-чуть. Ну, и мы так, типа, балуемся, там, вводим ему там по губам какой-нибудь фигней. Чем по губам? Да, я не помню, ну, там, знаешь, какими-то салфетками, мы так просто, типа, баловались. Больше никогда не буду спать. Это у тебя чуткий сон такой, что ты даже не чувствовал? Нет, ну, там меня вырубил. И самый главный момент, то, что, ну, это все видит какой-то иностранец. Ему, видимо, тоже интересно стало. Он попросил воды у стюардесс, ему приносят воду, он встает, подходит к Деме. И мы такие все в ожидании, думаем, что он будет делать. И он просто стакан берет. И мы так, Деме в рот заливает. Заливает в рот, я просыпаюсь резко, у меня вода течет. Дема кашляет, он просто попрыхнулся, и Дема так на него смотрит. Я смотрю вправо-влево, я смотрю на него, и он такой, good morning. И мы все сами на этого мужика такие, типа, что? Ну, я тогда прифигел, я прифигел. Ну, на самом деле, это же ненормально. А вдруг он будет, что-нибудь, что-нибудь. Ну, он такой, по-моему, выпивший был, и потом еще дичь творил дальше. Ну, он сзади меня сидел, я косого уже постоянно на него кидал, уже после этого. Ну, страшно было. А он ждал, пока ты объясняешь, что пришел. А ты в Киеве был, да? Я в Киеве, да. Так бы мы вот так все сидели. Надо было посмотреть, может, у него пока нет. Бразильцы рядом сидели, начали смеяться очень сильно. То есть, а мне обидно, то есть какой-то дед просто начинает. Надо было в ответ, что-нибудь. В ответ, да. Самолет посадили, драка. Вот и вот так надо смотреть. В итоге, Дяма, не спал больше? Я больше, я в самолетах больше не спрел. У тебя фобия, наверное, у тебя и новая какая-то, плюс одна. Страшно. Ну, все, я думаю, весело уже. У нас точно веселее получилось. 100%. Походу, это даже в этом самолете было. Ну что, парни, если так подытожить, какую оценку вы поставите этому лету? Оценку, я бы сказал, крепкая восьмерка. 100%. Так как, что запланировали, то и сделали. Вот. Вкратце, так сказать. Да. Игорь? Я поставлю, наверное, 9 из 10, потому что выполнена задача, самое главное. Сейчас поедем уже домой с чувством, как бы, выполненного долга. Вот. А единственное, чего не хватило одного балла, это то, что провести время с близкими летом, пока там у всех отпуска. Ну и, наверное, покупаться, там отдохнуть где-то. Ну что, парни, спасибо вам большое. Спасибо, что позвалил. Не за что. Было весело. И увидимся уже со всеми вами в Беларуси. До новых встреч. Пока.